А доброе утречко! А у нас 7.20 утра и мы продолжаем играть в зеленую долину. И сразу, друзья, о грустном фейле, который произошел. Я, в общем-то, записывал серию. И в середине серии курс плей заглючил. Пришлось перезапустить игру, но она падла, не сохранилась. И в итоге 4 часа работы коту под хвост. Потом мы провели стрим, где половина этих работ восстанавливалась. Я, в общем-то, все записал, смонтировал. И так получилось, что я лошара, я удалил этот файл вместе с исходниками. Поэтому, в общем-то, некоторые изменения, скажем так, произошли. Давайте посмотрим, что же я такого наделал. А в серии, в общем-то, была забота у нас о коровках. Мы, кстати, продали коровок, которые у нас эти брахманы были. И я взял нормальных вместо них. Опять-таки, коровок, которые вот у нас есть. Плюс, друзья, я закинул им немного силоса, который сделал из одного прицепа травы через силосной яме. В общем-то, на стриме видели, что я его оттуда доставал. И закинул это немножко пожрать коровам. А остальное на моносмесь. Моносмесь, кстати, тоже забита. Здесь до хрена соломы. Было немного травы и немного силоса. Это все дело у нас переработалось. И, в общем-то, у нас есть 70 кубов этой самой моносмесь. Мы ее закинем коровкам. Травки немножко осталось. В общем-то, прекрасно. Солому я полностью забил. Здесь 84 куба осталось. То есть, 15 потрачено на эти 70 кубов. Но силоса больше всего уходит. Это понятно. Также, друзья, седьмое поле я засеял кукурузой. Кукурузой мы купили жатку силосную. И, соответственно, все это дело мы вот сюда вот закинули. Все это трамбовали. И все это было очень весело. Так что у нас сейчас есть здесь немного силоса. Тут кубов 400, по-моему, было. Можно даже посмотреть. Он уже готов. 540 даже. Во как. Давайте со всех сторон откроем. Этот силос здесь будет лежать исключительно для приготовления моносмеси. Также я, кстати, сделал несколько тюков. Привез их сюда. У нас появился тюковщик. Только я не помню, в аренду мы его брали или я его покупал. Судя по всему, брали в аренду. Его у нас нет. Значит, брали в аренду. Да, вот такая вот жатка у нас появилась для нашего дона. 3,5 метра. Но, в общем-то, справлялась. У нас теперь здесь есть, ну, довольно-таки много тюков. Пускай лежат. Вот тут у нас есть большой сток соломы. Я разобрался такие, как отсюда доставать солому. Это было, кстати, геморройно. В общем-то, пускай он здесь лежит. Мне как-то больше всего понравилось все в тюках возить. Кстати, тюки можно сюда выгружать. Они будут превращаться в сток, если что. Если кто не знает. Ах да, ну и контракты же я поделал за кадром контрактов. На подготовке к записи этой серии я убирал овес со второго поля. Из девятого и с десятого и восьмого свеклу. Соответственно, по контрактам у нас вот 102 тысячи получилось и 128 тысяч два контракта. И доходы от продажи урожая это излишки. Соответственно, за свеклу излишки были 120 тысяч. 122 и 80 со вса. Очень неплохо. Кстати, давайте, кстати, и кредит, да, выполним. Точнее, отдадим. Потому что я не люблю, когда кредит висит. Во! 185 тысяч у нас своих осталось. Если что, мы, скорее всего, будем опять брать кредиты. Потому что на следующую серию у нас запланирована большая покупка. А в это еще надо будет немножко обзавестись новой техникой. Так что вот так вот все произошло. Давайте, в общем-то, посмотрим, что нам надо за сегодня сделать. Во-первых, конечно же, нам нужно убрать наше поле. Здесь я случайно посеял немного травы. Но это не беда. А вот здесь у нас зеленый горошек растет. В общем-то, его надо будет сегодня собрать и разобраться еще, чем его убирать. У нас, в принципе, есть две жатки на наш комбайн. И есть силостный комбайн, который тоже с двумя разными жатками. В общем-то, надо будет посмотреть, чем это все дело убирается. На другом поле я решил посеять травку. Соответственно, мы покосим ее два раза. Один раз, чтобы у нас была трава. И один раз, чтобы у нас было сено. Переворошим. Затюкуем все это дело и отправим на склад. После этого будем здесь уже что-нибудь выращивать. Плюс заодно заказал я, в общем-то, старенькую косилочку. Что-то доном как-то мне не понравилось это все дело. Что-то мне кажется, мало травы с него получается. Попробуем покосить, авось будет больше. Ну и, разумеется, затюкуем. Единственное, я не нашел волковой жатки никакой. У нас тут в районе ничего советского нету. Поэтому из-за бугра придется заказывать в аренду какую-нибудь буржуйскую волковую жатку. Я думаю, это небольшая проблема. Деньги у нас вроде как есть. Далее, друзья, по производствам, которые у нас есть. Лесопилка. Тут, в принципе, я не помню, рассказывал я об этом или нет. Но, в общем-то, бревна у нас закончились. Топливо осталось. Щипать здесь в качестве топлива. Соответственно, есть много палетов. У нас на складе тут вообще уже хранится и палеты, и контейнеры, и все есть. Ящики там не хранятся, поэтому ящики я складывал вот сюда. Соответственно, производство стоит, потому что не хватает досок коротких, длинных. Соответственно, воська мы отсюда тоже достать не можем. Хотелось бы, чтобы это производство закончилось, если честно. Давайте прямо сейчас закинем один поддон с короткими досками. Все, погнал работать. Я думаю, может быть и эти поддоны неполные сюда закинуть. Какая нахрен разница? Давайте закинем. Во! Короче, пускай стучит, пускай делает. Можно, в принципе, вот эти готовые палеты тоже поскидывать, на склад сразу отправить. Пускай там лежат, и систему не грузят. Знаете, что мне подсказывает, что я случайно неполный контейнер туда запихнул. Давайте-ка мы его отсюда достанем и поставим обратно на производство, потому что это не дело. Не знаю, будет ли он дополняться, но так лучше не делать. Вообще, знаете, о чем я подумал? Мы больше не будем сами делать вот эти контейнеры, ящики, палеты, доски, бревна. Вот это сейчас со временем исчезнет, ничего страшного. Палеты, я смотрю, тоже что-то какие-то неполные. Ладно, пофигу. Короче, я не буду этим заниматься, это все дело можно купить. И не так много требуется, точнее, требуется много где, но в небольших количествах. Поэтому будем это все дело покупать. Когда это все дело у нас закончится, то, что у нас уже есть. Потому что лес это все замечательно. Длинные доски, вон 22 хранится. На карте иногда багуются вот эти количества, где-то что-то не хватает. Нам единственное, что надо сделать здесь, это чтобы наш работник вот этот закончил свою работу, чтобы мы могли его отсюда выгрузить. А больше на лесопилке ничего делать, честно говоря, не хочу. Далее, друзья, переносимся на наше производство топлива. Тут есть топливо, его нужно отсюда забрать и отвезти немножко на компост мастер. Да, кстати, на компост мастер я закинул там солома немного. Можно будет сегодня еще закинуть. Короче, топливо отсюда надо будет забрать, отвезти на базу. Пока мы его тоже делать не будем. Хотя, не знаю, оно не такое дорогое на самом деле. Можно будет тоже покупать, тем более заправка нам приносит доход. По 10 тысяч в день, если что. 9 600. Ну и последнее производство, это пасека. В общем-то, здесь уже 3600 литров меда есть. Это три смены рабочие отпахали здесь. Соответственно, есть еще усталый работник, которого надо сюда, точнее, отсюда забрать и привезти сюда свеженького. Но это все в конце, может быть, даже и в серию не попадет, скажем так. Все это уже видели. А также, друзья, нам нужно сегодня будет немножко обновить нашу технику. В частности, вот этот замечательный трактор, который ВХ-102, он уже и довольно много отработал, старенький уже. Да и наши валероны, короче, жалуются на него, что не могут они на нем работать. Говоря более простым языком, он немножко забагованный. И с валерами работает так себе. В общем-то, его мы сегодня заменим, попозже покажу на что. А также, друзья, плуг. Его надо продать и купить поширше. Потому что у нас появился более мощный трактор, и он тянет более широкий плуг. Соответственно, плуг мы тоже сегодня заменим. Культиватор, кстати, тоже можно заменить будет. Но это ладно. Все остальное нам пока что надо. Бензопилу. Да, бензопилу я хотел продать, потому что она меня, падла, раздражает. Я очень часто на нее переключаюсь. Плюс, друзья, надо будет сегодня купить себе косилку. Она не так дорого стоит, поэтому можно ее купить. Это не советского производства, насколько я понимаю, польская. Тоже старая, но ладно, пойдет. По крайней мере, на первое время. Также сегодня арендуем у соседнего хозяйства вот такую вот валковую сжатку. Потому что после покоса надо будет все это дело заволковать. Вообще, давайте сразу наберем оборудование, чтобы знать, с чем имеем дело. Соответственно, берем, короче, валковую сжатку. Покупаем сенокосилку обязательно. Покупаем также новый трактор. Им он станет МТЗ-1221. И на него, друзья, я пихну крепление для фронтального погрузчика. И, соответственно, сам фронтальный погрузчик тоже надо будет купить. Оставим его в синем цвете, МТЗ-шном. Можно красный сделать, но я хочу синий. Пускай будет синий. Можно, кстати, новые колеса ему поставить, двойные. Но нам это нафиг не надо. В общем-то, покупаем новую тракторишку. Покупаем также новый плуг ПСКУ-6. 3,6 метра у него ширина. Это намного больше, чем то, что у нас есть. У нас на 2,1 метра. Наша новая МТЗ-шка, которая 20-22, она его без проблем вообще таскает. Короче, мы его тоже покупаем. Поля нам надо будет пахать. Также, друзья, нам нужно купить вот такой вот распределитель удобрений. В принципе, удобрять мы им не будем, но мы будем разбрасывать им известь. Так что ее тоже покупаем. Разумеется, также нам нужен к МТЗ-шке погрузчик. И теоретически вот этот должен вполне себе подойти. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Какой-то с удлиненной стрелой и обычный. Давайте возьмем обычный. Цвет у него можно выбрать только один. А может быть и в желтый его покрасить. Синим трактором так-то нормально смотреться будет. Можно поменять крепление. Стандартное положение. Быстросъемное крепление. Оборудование. Мини-ешкин кот. На что это влияет? Дизайн с дополнительным освещением. Ну, за 100 евро можно, в принципе, его взять. А вот крепление это интересно. В принципе, давайте возьмем вот быстросъемное. Мне что-то кажется, что это больше всего похоже на правду. И заодно около магазина проверим, будет ли это все дело работать у нас с ковшом. В общем-то, его покупаем. И, разумеется, берем ковш. Ковш, увы, небольшой нам доступен. Есть на полкуба, есть на 0,8 куба. Разумеется, возьмем который побольше. Дизайн стандарт или усиленный. Давайте возьмем усиленный. Больше на правду похоже. И по цвету, разумеется, тоже желтый, чтобы был комплект. Тоже покупаем. Как много-то мы всего купили. А также нам нужен, кстати, да, тюковщик. Я совсем про это забыл. Зеленый или красный. Зеленый или красный. Пускай будет зеленый. 11 тысяч мы его тоже покупаем. Ну и вроде как все. И, кстати, наш Василий договорился с администрацией села Сенатовка, чтобы сюда поставили станцию погрузки извести. В общем-то, они пополам. По стоимости с администрацией. Она понадобится не только нам, но и всем огородникам. Без проблем, в общем-то, смогут ее отсюда брать. Разумеется, извести здесь придется покупать пока что. Со временем будем производить свое. Она на сахарном заводе у нас делается. Но пока что покупная будет. В общем-то, поставим это дело вот сюда мы. Ты дышь. Нормально. И у нас осталось своих 93 тысячи. 30 тысяч строительства и 60 техника. Перемещаемся в магазин. И давайте посмотрим, что мы взяли. Ну, волковая жатка понятно. Косилка понятно. Новый трактор. Новый плуг. Разбрызгиватель. Погрузчик с ковшом. И тюковщик. Для начала давайте проверим, как будет работать ковш. Меня сейчас больше всего погрузчик интересует. Так, ну он цепляется. Это уже хорошо. Сейчас главное, чтобы ковш спанулся. Во! И ковш спанулся. Все прекрасно работает. На этот трактор удлиненная стрела, я так понимаю, не надо. Во! Все работает. Шикарно. Хорошо. Оставляем пока все это дело здесь. Соответственно, мы сейчас сюда приедем на кразе вместе с нашим трактором. Даже с двумя тракторами. Потому что нам нужно привезти сюда старый трактор с плугом. А также возьмем с собой МТЗшку, чтобы на нее что-нибудь спануть и перевезти на базу. И, в общем-то, вот таким составом мы туда поедем. Ведущий, разумеется, будет трактор. Он медленнее ездит. Поэтому наш Василий поведет, скажем так, эту колонну. Если ее можно так назвать. Давайте его выставим вот так вот вперед. Соответственно, кразика заводим. Подъезжаем поближе и нанимаем какого-нибудь валерона, который будет за нами следовать. И, скажем, ему еще отставать метров на 50. Потому что тормоза у краза очень хреновые. Надеюсь, он доедет без проблем. Кстати, МТЗшка, вот она сколько отработала? Уже 13 часов. Это сколько мы ее в прошлой серии, получается, купили? Или в паза прошлой? Ну, из тех, которые вышли. Она уже тут нормально так отпахала. Правда, она вроде как и на контрактах работала. В общем-то, друзья, поехали. И мы прибываем и пытаемся остановиться. И ничего не получается. МТЗшка сзади. Но я ехал, в принципе, 40 всю дорогу. Поэтому это нормально. Так, значит, этого валерона мы отпускаем. И запаркуем его куда-нибудь пока что. Чтобы не мешал. Например, вот сюда. Далее опускаем лапки трала. Во. Нормал, да. Надо его, наверное, заглушить. Тыдыщ. Все. Чтобы не жал соляру. И, соответственно, вот этого пацана нужно продать. Спускаем его и продаем. Этот трактор, кстати, у нас еще с Варваровки. Он еще там успел поработать. Но, ладно. 8 тысяч мы за него получаем. Кстати, если бы мы его продавали сразу же из меню. Ну, тут 6. Ладно. 2 тысячи на самом деле это важно. Нам сейчас каждая копейка нужна. И еще 2 тысячи за плуг. 103 тысячи у нас есть. Теперь, значит, вот этот вот пацанчик у нас возьмет вот пучковщик с собой. И, соответственно, выставляем его сюда. На вторую МТЗшку мы подцепим распределитель удобрений. И подгоняем его к другой МТЗшке. Давай, ведущий отставать на 50 метров. Он, в общем-то, готов ехать. У него все получится точно. Но вот это все, получается, нам нужно загрузить на трал. Если плуг и косилка сюда спокойно влезут на трал, то вот эта штука довольно-таки здоровая. Давайте начнем, пожалуй, мы именно с нее. Она еще тяжелая, падла. Василий хоть и сильная, но постоянно ее роняет. Ну, как-то так, я не знаю. Она, по крайней мере, тут лежит. Это уже хорошо. Это уже Вася молодец. Вроде как даже относительно ровно. Главное, чтобы не свалилась. Теперь плуг. Плуг тоже большой, зараза. Его надо как-то положить вот куда-то вот сюда. Вот так вот. Не знаю, насколько это устойчиво. Это вряд ли будет устойчиво. Но, опять-таки, мы довольно медленно поедем. Косилку закинем просто вот так вот сверху. На самом деле, можно взять, короче, купить еще поддон с семенами и поддон с удобрениями. Или давайте два поддона извести купим. Она нам все равно понадобится. Причем сегодня же, она самая дешевая. Покупаем два мешка и закинем их сверху. И потом натянем ремни. И оно будет устойчиво держаться. Вот такой вот я хитрый. Соответственно... Ой, нормально. Известь у нас сверху всего. Соответственно, вот этот мешок надо закинуть на плуг. Чтобы он был сверху плуга. Вот так вот. Не получилось. А ну-ка, держать. Во! Да, немножко хитро, но лучше поделать. Теперь мы ремнями все это дело пристегиваем. И, в общем-то, поддон у нас теперь обездвиженный. А все остальное будет хорошо держаться. Соответственно, поднимаем вот это вот все дело. И поехали обратно. Да он вообще не хочет останавливаться. Так, вот этот пацанчик. Заводим двигатель. И опять-таки нанимаем валерона. Чтобы он ехал. Соответственно, тоже давай метров пятьдесят держись сзади. Ну и аллилуйя. Вроде как все сделали. Поехали на базу. Приехали. Глушим двигатель. И опускаем сразу вот эту вот хреновину. Вот так вот. Давайте сначала с тракторами разберемся. Снимем их с работы всех. Рабочих отпустим. Так, давай-ка стой здесь. И второй дружище тоже. Стой, короче, вот здесь вот. Ладно, друзья. В общем-то, я сейчас всех этих пацанов разгружаю. И встречаемся, когда будем всем раздавать задания. Ах да, друзья. Кстати, я забыл вам сказать. Наняли мы специально обученного человечка. Который будет здесь убираться. И который будет поставлять солому и воду нашим животным. Так что теперь это всегда дело будет у нас на сто процентов заполнено. Но правда будем платить за это деньги. Я думаю, ничего страшного. И мы тогда переносимся на наше шестнадцатое поле. Соответственно, здесь у нас растет горошек. Как я уже говорил. В общем, именно горошек не горох, а горошек. Не суть важна. Вокруг поля трава растет. Но я уже говорил об этом. Соответственно, отправляем воська работать. Я уже посмотрел. Горох убирается именно вот такой вот жаткой. И я это все дело проверил. Так что заводится. Тут некая делка поехала. Но ничего страшного. Вроде как она должна нормально справиться с этой работой. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Соответственно, нанимаем еще парнишу работать на МТЗшке. Он будет возить это все дело к нам на базу. К нам на склад. Ну, первые пару кругов, видимо, придется сделать в холостую комбайну. Но ничего страшного. А мы тогда возвращаемся к коровнику. В первую очередь, друзья, нам надо немножко дать моносмеси. Сейчас прицепа у нас нету. Прицеп наш занят. Грузовик пока что покупать не очень хочется. Но у нас есть ковш. Поэтому мы сейчас с помощью ковша полторы тонны им высыпем. Два ковша. На пару часов им этого должно с лихвой хватить. Корм для свиней. А корм для коров у нас не с этого бункера идет, да? С другой стороны. Точняк. С другой стороны. Не очень это удобно. 70 кубов у нас есть. Засыпаем это все дело в ковш. Ну, а что? И вроде как сюда. Это можно дело просто вот так вот высыпать. И смотрим. Да, 800 литров появилось у наших коровок. Производительность сейчас 39%. Но вроде как это все дело должно измениться. И стать 100%. Но да, должно пройти время. Коровки сначала должны увидеть, что ешкин кот у нас типа моносмесь. Можно нормально пожрать. И воспроизводство и до приплода тоже эти цифры должны будут уменьшиться. 673 часа сейчас, но мы чуть попозже обратим, в общем-то, на это внимание. Давайте еще один ковшем высыпем, чтобы у них хотя бы полторы тонны было. На 16 коровок этого должно, в принципе, на пару часов точно хватить. И проверяем, высыпалось. Тонна 600. Нормально. Полторы тонны у них есть, значит все хорошо. Погрузчик мы оставим здесь. И сейчас поедем работать. Отлично. Отцепляем его, пускай стоит. Нам же теперь надо цепануть косилку. Косилка у нас, благо, уже есть. Все, я сюда пригнал. Что я прям в кусты бросил, и сейчас ее можно реально потерять здесь. Но она случайно оказалась развернута. Во! Косить я вокруг поля здесь сейчас ничего не буду. Покосим только вот поле, то что мы засеяли траву. Соответственно, давайте опустим. Посмотрим, как это дело работает. О, вроде нормально работает. Соответственно, отправляем работать Валерона. Сами мы это дело косить не будем. Ёшкинко, что за лаги. Не надо лагать. Это ж не лагучая карта вроде. Короче, отправляем работать Валерончика. И пускай он, в общем-то, косит. Ему довольно-таки долго придется такой маленькой косилкой все это делать. Надо будет еще посмотреть, сможет ли он понять, что надо работать со смещением. Но это мы узнаем, когда он уже пойдет работать не по кругу, а взад-вперед. Он мне сказал, что уберет это за 2 часа, как нефиг. Ну, посмотрим. А мы же тогда, друзья, переносимся в наш зелоп, который тягач. Отцепляем от него вот этот самый прицеп платформы. Он нам сейчас пока что не нужен. Еще понадобится. Тюки будем с помощью него возить. А нам же надо цепануть нашу топливную бочку. И, соответственно, отвезти немножко топлива. Во! Короче, едем сейчас на нашу производство топлива, на мельницу топлива. И отвозим это топливо на компост мастер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали. Соответственно, сколько я сюда соломы, кстати, отвез. А то я так и не посмотрел. Солома я сюда 44... Почти 45 кубов отвез. 4 прицепа по 11200 получилось. Все понятно. Значит, надо сюда еще тот топляк загрузить. Давайте так и сделаем. Разгружаем. И сразу же все зашуршало. Давайте-ка посмотрим, что там да как. Что-то посыпалось. Вроде все работает. Можно наверх куда-нибудь залезть. Во! Здесь вот такая вот хреновина крутится. Прикольно. Соответственно, вот сюда будет падать компост. И отсюда надо будет то ли конвейером его доставать, то ли погрузчиком. Если я все правильно понимаю. Кстати, скорость производства у компост мастера довольно-таки высокая. 10 тысяч литров в час. В принципе, он действительно делается быстро. Да, вот он появляется. Наверное, то ли конвейером, то ли погрузчиком надо будет грузить. Потом разберемся. Давайте-ка еще сходим на поле. Посмотрим, как у нас там покос идет. Раз уж мы здесь. А все нормально. Едет он пока что нормально. Ладно, потом посмотрим. Я, в общем-то, сам сейчас отвезу топляк на базу, чтобы вас этими перевозками не мурыжить. И у нас теперь на складе есть 23 куба, даже чуть больше, топлива. Плюс 10 я отвез на компост мастера. Он там тоже работает. Ну, вот эти штуки, видимо, никак не анимированы. Короче, топляк у нас есть. А, и, кстати, у нас еще есть зелок, который заправщик. Там тоже еще 4 куба топлива у него в кузове есть. Во. Если что, он у нас будет технику заправлять. Ладно, что мы делаем дальше? А дальше мы идем разбираться с нашими горе-работниками. А также, друзья, надо запустить стройку плотины. И первое, что нужно сделать, нам нужно туда завести инструменты 6000 литров. Я не помню, сколько один поддон. По-моему, 2000 литров один поддон с инструментами. Их нигде нельзя взять. Их можно только купить в магазине. А также нужно 10 работников туда. Целых 10. Мы их возьмем не с нашей остановки, которая здесь, а с какой-нибудь другой. Чтобы отвезти им туда целую машину сразу. Ну, а потом уже много чего другого. Туда тоже надо будет еще инструментов. Кучу песка, гравия, цемента и досок. Но это все, друзья, не сегодня. Нет куда нам пока брать ни цемент, ни гравий, ничего. А также, друзья, кстати, надо и с пасекой разобрать. Поехали сначала с пасекой разберемся. Оттуда, в общем-то, надо забрать работника и отвезти туда более свежего. И знаете, друзья, я тут пока катался, подумал о том, что нам надо купить еще одного газика. На одном мы, получается, будем возить рабочих, а на другом усталых рабочих. И будем за раз это все делать, чтобы не ездить по 500 раз по одному и тому же маршруту. В общем-то, этого газона мы сейчас пока что припаркуем вот здесь. Работников для стройки мы будем брать в другом месте, на другой остановке, чтобы полностью всю остановку оттуда забрать, потом обратно высыпать. Так что паркуем, чтобы он не мешал. А сами возвращаемся к нашему зелку. Только единственное, жатку вот эту вот надо отсюда убрать. Вот так вот снимаем и закинем пока просто вот сюда. Мы сейчас на этом зелке заодно сразу же инструмент повезем на нашу плотину. Такс, в общем-то, выставляем вот этого пацана сюда, а газона сзади поставим на фоллоуминт, наймем какого-нибудь валерона, который будет за нами ехать. Заводим все это дело. Боже, как громко он заводится и противно. Реалистично, конечно, но противно. Ну так старый, что с него взять-то? Так, выставляем его вот сюда. И давай тоже метров пятьдесят отставать тебе. А мы погнали. Едем сначала в магазин за инструментами. Так, спаркуем нашего зелка здесь. Газон сзади пусть стоит. Приехал? Приехал. Молодец. Соответственно, вот здесь у нас будут появляться инструменты. Здесь можно все это дело прикупить. Контейнер, палет, цемент, инструменты, ящики, длинные доски, короткие доски. Все, короче, можно здесь купить. То, что из дерева. Так что деревом больше заниматься, наверное, не будем. Хотя, не знаю, посмотрим. Соответственно, инструменты. Ага, можно прям купить неполный поддон, что ли? По-моему, они по две тысячи литров. Ладно, нам надо туда шесть тысяч литров. Соответственно, покупаем четыре тысячи по стоимости. Слушайте, дорогая падла. Хорошо, семь восемьсот сорок покупаем. Сейчас они здесь появятся. Вон они. Давайте сразу тогда возьмем еще. Где у нас инструменты? Цемент, инструменты. А, вот тут еще и заполнено. Так, добавляем, потому что нам надо две тысячи литров купить. Да, еще три девятьсот. Соответственно, вот эти поддоны отсюда надо сейчас убрать. Ну и, соответственно, загрузить. Оно что-то как-то совсем не берется. Ага, мы, короче, закупаем. А теперь надо создавать поддоны. Я понял, создать два поддона. И вот они появились. Ну вот оно как работает. Хорошо. Соответственно, грузим все это дело мы на наш дел. И нам надо создать еще один поддон. И он все еще в работе. Как так-то? Скорость 40 миллионов литров в час. Это, конечно, хорошо. Можно, в принципе, время ускорить. И он сразу же появится. В общем-то, выгружаем его таким же самым способом. Создать один поддон. И вот он. Ой, как неудачно это все дело получилось. Надо обратно все это выставлять. Во! Нормалды. 2000 литров. Один поддон. Соответственно, цепляем ремни. Чтобы это все дело не опрокидывалось. И едем на остановку за рабочими. Так-с, вот она наша остановочка. Так, друг, ты пока стой здесь. А нам надо в газона их загрузить. Соответственно, берем управление в свои руки. И загружаем всю машину. Нам надо все 10 штук. Готово. Ну, в общем-то, успели здесь собрать пробку. Что, в принципе, не есть хорошо. Давайте, в общем-то, вырулим это все дело вон туда. И станем за вот этой Нилой. Ну-ну-ну, поосторожнее. Ну что, оттуда фоллоумит спанет? Нет? Спанул. Замечательно. А, в общем-то, какой-то Валера повезет наших работников. Наша задача сейчас развернуться нормально. Я думаю, что мы это сделаем около магазина. Вот впереди есть магазинчик какой-то. И тут есть немного места для разворота. Или даже вот на площадке вот здесь вот сзади. Пропускаем весь трафик сначала, разумеется. И разворачиваемся. Теперь поехали к нашей плотине, к нашей стройке. Так, ну мы вроде как приехали. Не, это у нас цементный завод. Или добыча гравия. Чего-то там. Чуть дальше. Пардон. Так, нам вот сюда. Короче, этого пацана мы глушим. Сначала, друзья, разгрузим всех рабочих. Он у нас тут как раз заранее приехал. Так, в общем-то, пацанов разгружаем. И вон они пошли куда-то там. Кто чем заниматься. Сразу же инструменты у них в руках появились. Какие-то бетонные мешалки. Но не суть важна. В общем-то, этого газона я оставлю ночевать здесь. Мы, соответственно, не повезем его домой. Я его оставлю где-нибудь вон там в сторонке. И, соответственно, когда рабочие устанут, мы сюда придем. И на этом газоне отвезем их обратно на остановку. Чтобы они поехали домой. А сейчас наша задача разгрузить инструменты. Я думаю, это на том же самом триггере делается. Так что погнали. Туда просто заедем. Посмотрим, как оно. Нет, что-то они как-то не хотят выгружаться. Видимо, придется брать их в руки и ходить искать, куда они высыпятся. Может быть, сначала надо было инструменты высыпать. Ага, они с платформой просто не разгружаются. Я понял. Все логично. Хорошо. Просто их тогда вот здесь вот так вот тыдыщ. И все. И вот они сзади нас появились. Тут что-то звуки какие-то появились. Что-то зашуршало. Что-то работает. Ага, и какого там пригнали? Да, ешкин кот. В общем-то, у них сейчас задача расчистить вот это вот старое, короче, плотина, которая раздолбана. Кто-то из работников вон на другой стороне, если видите. Они, в общем-то, сначала будут вот это вот все дело расчищать. Скорость 417 литров в час у нас. Стройки идет. Но это такое, знаете. А знаете, что мне еще кажется? Что у нас вот эта партия рабочих не сможет полностью обслужить-то стройку. Ладно, в любом случае, на следующий день мы сюда подъедем и посмотрим. В следующей серии. Зилка-то мы убираем, разумеется. А тем временем, кстати, наши валерчики закончили работать на поле. Поэтому сейчас надо их отпустить. Освобождаем, в общем-то, от работы их. И что нам надо теперь сделать на поле? Его нужно посыпать известью, как мы и собирались. Цепляем, в общем-то, нашу вновь приобретенную. Вновь приобретенную. Почему вновь, я не знаю. Короче, новую хреновину. Цепляем и засыпаем туда извести. Так, один поддон есть. И делаем то же самое со вторым. Во! Зашибись! Четыре куба есть. Я не знаю, сколько уйдет на поле. Скорее всего, этого не хватит. Ему придется ездить дальше пополняться. Ну, начинать мы работу будем, разумеется, вот отсюда. Поэтому отправляем валерона. Вроде как я рассказал ему, где взять известь, если у него вдруг закончится. Скорее всего, она закончится. И где съездить, можно взять ее купить. Ну, давай, подруга. Во! Начала сыпать. Ну, и вроде все нормально. Что, на траву типа нет смысла сыпать известь, да? Так-то это не очень прикольно. Неужели поле сначала пахать придется? Знаете, да и бог с ним, на самом деле. Пускай так. Нету времени у меня сейчас с этим всем играться. А тем временем, кстати, наш вот этот товарищ неплохо так косит. Он не в курсе ни про какое смещение, но в принципе ему и не надо. Потому что косилка имеет такую же ширину, как и трактор. По факту. В общем-то он все делает довольно-таки четко. Ничего не пропускает. Проезжает одну полоску в другую и все нормально. Ну, тут нормальный пацан, потому что ездит. Не то, что некоторые бывают. А мы тогда опять возвращаемся на 16-е поле. В общем-то нам надо комбайн убрать отсюда. Потому что валерон, который ездил, убирал это все дело. Что-то решил его бросить прямо здесь. Поехали поставим его на базу. Так, жатку, короче, оставляем здесь, а комбайн оставляем здесь. И будет все нормально. Тем временем, пацанин, как-то известь заканчивается. Возможно урожай 262 тысячи рит. А, это трава. Все правильно. Травы типа много должно быть. Ладно, меня больше, конечно, интересует, сможет ли он пополнить эту гребаную известь. Она у него закончилась. И он должен, в принципе, это сейчас сообразить. Ну, подруга, зачем? А, все понятно. Ты сначала решила выехать на новую полосу. Стать ровно. А потом поешь пополняться, да? Я знаю твои хитрости. Ты меня не обманешь. Да, там, видимо, знаете, таких типа пол-литрика осталось. Ну, ничего. Ладно, в общем-то посмотрим. Главное, чтобы она пополнилась и потом продолжила работу. И это будет прям шикарно. Ну, что, пополняется. Все нормально. Меня это радует. Да, я не очень удобно ее, конечно, здесь поставил. Может быть, стоит потом взять экскаватор и подровнять здесь подъезд какой-то. Потому что тяжело им забираться. Тяжело. У нас что-то назад скатывается. Настолько сильно скатывается назад, что, понятно, выезжает из зоны погрузки. Ничего страшного. В общем-то, поехал и... Ну и отлично. Все работает. Видите, вроде девка за рулем. А все нормально. Может, если захочет. Ну и тут уже закончилась посыпка извести. Довольно быстро это дело произошло. В общем-то, посев мы сделаем чуть-чуть попозже. Я его сделаю за кадром. Нам же сейчас надо поехать все затюковать, покосить. Покос уже почти закончен. Там минут 10 ему осталось работать. Поехали, перегоним туда этот трактор. И начнем, наверное, уже волковаться. Так. Спаркуем этого товарища вот здесь. Пускай стоит. Ему работать еще не скоро придется. Где там МТЗ-шка-то застряла? Отстает, падла? О, нормально. Прилетел пацан. Ёшкин кот, как ты летаешь здесь, а? Аж двигатель надрывается. Хорошо. В общем-то, что у нас там с покосом-то? Блин, ну не то, чтобы много осталось, но еще надо поработать. В общем-то, ладно, подождем, пока он докосит. Ну и на этом, друзья, у нас закончился покос травы. Надо куда-то эту косилку, в общем-то, сбросить, но чтобы ее не потерять, потому что мы еще будем здесь косить в следующей же серии, когда будем это все дело косить, чтобы потом переворошить в сено, чтобы у нас оно тоже было. В общем-то, цепляем вот к этому трактору сейчас тюковщика. Он у нас будет тюковать. Глушим его пока что. Вторая МТЗ-шка почему-то с работающим двигателем была. Ну ладно. В общем-то, к ней мы цепляем вот эту вот волковую жатку. Я не знаю, как она работает, я первый раз вообще ее беру, кстати. Можно, в принципе, вот открыть ее и проверить, почему бы и нет. Просто так, ради, скажем так, интереса. Ага, ее типа даже включать не надо, только опустил и все. Понятно. Она, видите, как с колесиками сама. Ладно, прикольная игрушка на самом деле. Ну а мы, конечно же, отправляем Валерона. Точнее, опять-таки, какая-то молодая девица у нас поехала работать. В общем-то, он должен будет справиться. Я не думаю, что тут какие-то особые проблемы будут после этого всего дела. Нам уж теперь надо еще это все дело затюковать. И тут уже нам понадобится наш новый трактор и новый тюковщик. Тут, в принципе, тоже отправляем Валерона. Он, вроде как, должен будет все нормально сделать. Не думаю, что какие-то проблемы должны быть. Ну, сейчас посмотрим, проконтролируем. Ну и отлично, пошел подбирать траву. Подбирает ее довольно чисто. Меня это, конечно же, радует. Зашибись. Давай, друг, выгружай тюк. И выгружается нормально. Эгэгэй, все работает. Ну и, конечно же, нам для всего этого дела сейчас понадобится еще и Зил. Он у нас будет эти тюки подбирать, благо на нем есть автоподбор. 21 штука в него влазит. Вот так вот рядом просто подъезжаем. И все, все работает. А знаете, друзья, что я подумал? Я тут думаю, что все-таки травы, если ее косить косилкой, получается намного больше. Потому что один проход вокруг поля, по внутреннему радиусу, мы набили, ну, скажем так, 2 третьих этого прицепа. А мы не могли 45-кубовый прицеп этим доном набить по одной проходке вокруг. Это вообще не серьезно. Да, я понимаю, что мы здесь высеяли траву. Да, мы ее удобряли в вспаханное поле. Причем дважды удобряли. Ее вроде как должно быть больше, но, блин, ее прям катастрофически больше. Очень намного больше. Поэтому, ну, короче, доном косить ее вообще не вариант. Надо косить косилкой. Так, и вот здесь вот мы каким-то образом должны выгрузить наши тюки. Мы просто проедем, и в одном из хранилищ они выгрузятся. Вот, вот здесь у нас трава хранится. Все понятно, это хорошо, хотя количество тюков, которые там, мне кажется, ну, может в хранилище просто даже тупо не влезть. Тут всего 6 прицепов влазит, если что. Тут, правда, есть еще хранилище квадратных тюков, может быть, квадратными затюковать. Но у меня нет тюковщика квадратного, только буржуйский. И то заказывать надо. Ладно, разберемся потом. Ну и, в общем-то, друзья, на этой оптимистической ноте, наверное, мы закончим эту серию. Влепите, пожалуйста, лойсик. Мне будет очень приятно. Я знаю, вам не сложно. В следующий раз у нас, в общем-то, планах посмотреть, что будет со стройкой. Еще раз покосить и переворошить, в общем-то, эту траву, чтобы у нас было сено. Опять-таки, что-нибудь засеем и уберем на нашем 16-м поле. Опять-таки, съездим на нашу пасеку, посмотрим, что там да как, поменяем работника. Скорее всего, купим еще одного газона. Разумеется, посмотрим, что вот на этой гребаной стройке будет происходить. Ну и, соответственно, какая-нибудь покупочка нас ожидает. Я за кадром, в общем-то, поделаю кучу работы и контрактики возьмем. И, в общем-то, бабла нафармим. Может быть, даже проведем стримец между сериями, а может быть и нет. На этом, друзья, в общем-то, все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если вы еще этого не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать ни стримы, ни... Там, короче, пообщаться можно, хотя там все глухо, но... По крайней мере, анонсы там есть и стримы вы не пропустите. Пообщаться можно будет в Дискорде. Ссылка тоже есть в описании, как и на группу ВКонтакте. Короче, вообще все-все-все есть в описании. Всем, друзья, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.